Приветствую всех зрителей и особенно подписчиков, это канал Максимум. Друзья, у меня тут возник вопрос, надеюсь вы поможете с ответом на него. Он возник на фоне новости о том, что в Казахстане зарегистрирована петиция об отмене воинской службы. Отсюда и вопрос. Зачем армия в Казахстане? Зачем казахстанская армия? Зачем вообще армия Казахстана? Зачем, если защищать все равно придет ОДКБ, читай Россия. Как например в январе 2022 года, и это даже было не от внешнего вторжения, но от внутренних разборок изнутри, той самой попытки государственного переворота. Армия Казахстана нужна для участия в миротворческих миссиях? Но это опять получается не для себя, а для кого-то за границами Казахстана. Остается тогда одно. От всего остального уже выяснили, есть ОДКБ. Армия Казахстана нужна для защиты от... России? Однако, совсем недавно президент страны Токаев заявил, что в военном плане Россия непобедима. То есть армия Казахстана точно не для этого. Подождите, есть вопрос, а если России не будет? Не подождут. То есть пока есть Россия, армия Казахстану бесполезна? Еще раз, зачем тогда армия Казахстана? Для тех же самых внутренних разборок вполне достаточно ресурсов Министерства внутренних дел. Или сделать что-то типа нацгвардии. Сильно, очень сильно военизированные и максимально мобильные отряды, отдельно выделенные из-под команды МВД в особое подразделение, напрямую подчиненные президенту, главнокомандующему. Но и такое, согласитесь, ни разу не армия, в которую забревают срочников. Зачем армия в Казахстане? Перейду в несколько хайпажорских и популистских цифр. Известно, что по данным военной прокуратуры РК, в период с 2022 по апрель 2023 года в вооруженных силах страны погибли 270 человек. При этом количество призывников в Казахстане увеличивает. Если в 2021 году в армию призвали 32 тысячи человек, то в этом, 2024, уже больше 40 тысяч. Для чего? Совсем неудивительно, что с такими вопросами и цифрами уже есть петиция об отмене воинской службы. Пускай будет исключительно контрактная служба, которая и будет обеспечивать все те же составы МВД и Носгвардии. И еще вам цифр тех самых хайпажорских и популистских. Как известно, Казахстан повышает расходы на армию. Об этом заявил в сентябре текущего года сам президент. К 2025 году бюджет на оборону страны планируется довести до 666 миллиардов тенге. Дьяволик какой-то. Ладно, для простоты понимания переведем такую внешне колоссальную сумму в доллары. Получаем в среднем около 1,3 миллиарда долларов. Нормальная квартира в Казахстане может выйти где-то 50 тысяч долларов. Произведем расчет. 1 миллиард 300 миллионов разделим на 50 тысяч и получим 26 тысяч. То есть 26 тысяч казахстанских семей могли бы получить за такие деньги квартиры. По статистике 40 тысяч новых семей появилось в Казахстане с начала текущего 2024 года. Представляете такой подарок новой семье? При таких раскладах напишите в комментах, как вы считаете, зачем армия Казахстану? Такая армия. Может я чего-то не понимаю? У меня пока все.